История с доставкой. Автомобили разных времен не за стеклом в музее, а прямо в школьном дворе. Участники Ивановского клуба «Авторетро» приехали к ученикам 22-го лицея. Наша цель сегодняшнего пребывания здесь, мы хотели сделать выставку для детей, выставку автомобилей. Ну, так как автомобили много военных, мы это приурочили к празднованию 9 мая. Ну и совместно с учителями этой школы мы сделали вот такой военно-патриотический урок. История, к которой можно прикоснуться. У каждой машины своя судьба. Какие-то из них помнят еще в военные годы. Например, этот ЗИС-5. А кто на этих машинах? Обычные такие же люди, как и я. Такой же шофер садился и перевозил грузы. Эта машина так же считалась трехтонцкой. Она как грузовая. «Да, на ней стоял кузов. Мы просто доски сгнили. Понимаете? Ну нет, вот сейчас будем устанавливать, будем делать все». Несмотря на свой преклонный возраст, практически все эти автомобили на ходу. Добиться такого состояния техники реставраторам было непросто. Чего стоит один поиск деталей. «Находят при помощи миноискателей или специальных устройств. Потом откапывают. И мы их очищаем, чистим, подвариваем. В общем, реставрируем. И потом уже ставим на автомобиль». Не только военная техника. 60-е, 70-е, золотые годы советского автопрома. И, конечно, сверкающие на солнце ретро-седаны не могли не привлечь внимания мальчишек. «Больше мне всего понравился данный автомобиль, данный экспонат. Потому что мой дедушка рассказывал, когда у его папы была такая же «Волга», «Газ-21». Он рассказывал, что это очень хороший автомобиль. Он на нем ездил и в деревню, и везде. И он мечтал еще раз увидеть его. Ну, потому что его вывели уже из производства, из всего. Ну, вы сами понимаете, да. СССР развалился». Миссия ретро-любителей выполнена. Школьники не только заинтересовались историей, но и сами захотели восстанавливать ретро-технику. Юра, например, вспомнил, что у него в гараже старый дедушкин мотоцикл. «У меня все детали у деда есть. Там у него, он говорит, все такие же детали оригинальные есть. Глядишь, через несколько лет он и сам может показывать его школьникам. Конечно, если получит права. Машины с душой и для души школьники буквально облепили. Ни один вопрос юных и любопытных не остался без ответа. А самым настойчивым разрешили посидеть за рулем. Узнать, каково было водителю тогда, много лет назад. Порулить в буквальном смысле машинами времени. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.